Друзья, по Харькову, по Украине я ничего вам особо не показывал, потому что там каких-либо грандиозных изменений по процедурам регистрации нету. А вот в Шарме я вам покажу все подробно и детально. Так что погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, с этого момента давайте все-таки смотреть, есть ли у нас какие-то изменения в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Они, конечно же, есть, но, в принципе, кроме того, что это касается тестов, ПЦР-тестов для туристов, которые прибывают в Шарм-эль-Шейх, и в том, что временно вообще полностью отменены визы в Египет, то есть это даже не Синайская виза, а Египетская виза, бесплатная для всех туристов. Это все ненадолго, но, тем не менее, на данный период времени виза египетская для граждан Украины отменена. Значит, смотрите, друзья, в принципе, подробный туториал есть на моем канале, что делать в аэропорту в Египте, как все проходят туристы. И, собственно говоря, как бы обязательно посмотрите это видео, потому что я там все в деталях, шаг за шагом объяснял, что нужно делать туристам. А в этом видео только лишь обновленная информация, той, которой немножко не хватает в предыдущем видео. То есть это то, что касается, как проверяют ПЦР-тесты у туристов, которые прибыли с уже готовыми ПЦР-тестами. И, собственно говоря, как бы больше, я думаю, никаких новостей не будет. Ну а тут мы сдаем анкеты, которые нам выдали в аэропорту, из которого мы вылетали, то есть из Харькова. И ее желательно было заполнить во время перелета. Ну а если вы не успели заполнить эту анкету, есть столики. Конечно, вы можете встать и заполнить эти анкеты. Никто вас не гонит, но и сильно растягивать это время тоже не нужно. Вот очередь, друзья. Показываете туроператору свой ваучер. И вам на количество человек в ваучере выдают миграционные карты. Ваучер здесь, там, брошу вас. Ваучер здесь, там. Здесь есть? Есть. Здесь 85 номер, а почему автобуса? А анкеты? Миграционные. Не дали? Нет. У нас жизненный автобус. Не помогут. Помогу вам. На 45. 4. Спасибо. Друзья, все, получили карты. Вот они. Быстренько заполняем и на паспортный контроль. Еще гиды спрашивают, есть тест или нет теста. В принципе, естественно, я показывал скан из телефона. Оригинал рекомендую хранить при себе и никогда никому его, наверное, не отдавать. Это только для крайних случаев. А так лучше сделать обязательно, естественно, копию теста и в бумажном варианте, и в электронном. То есть, чтобы было у вас на телефоне. Друзья, паспортный контроль мы, естественно, прошли без проблем. В принципе, все стандартно. Проверяют паспорт, фотографируют и отпечатки пальцев. Именно на паспортном контроле, там, где сдается миграционная карта, заполненная для въезда в Египет, анкеты, то есть не анкеты, а ПЦР-тесты не спрашивали. То есть, спросил их только гид, когда выдавал эти миграционные карты. И, собственно говоря, пока что больше нигде эти тесты не спрашивали. Но туристы, которые не сдавали эти ПЦР-тесты в Украине, сдают их в аэропорту в Шарм-эль-Шейхе. Как-то мы все это быстро везде проскочили. Я даже не заметил, где эти тесты здесь, в Шарм-эль-Шейхе, в аэропорту должны сдавать туристы. Ну и по цене они на месте оплачивают 30 долларов с каждого туриста. Ну а мы сейчас забираем наш багаж, идем, покупаем симку местной связи, для того, чтобы интернет у нас был во всех наших локациях. То есть, не только в отеле, а и там, где мы будем кататься, то есть и старый город. Ну, в общем, чтобы у нас в любом месте был интернет. Поэтому мы возьмем еще и симку. Ну, все, погнали за чемоданами. Так, забрали мы чемоданы. Вот справа лента, слева уже наши чемоданы. И вон, видите, друзья, по такому вот лабиринтику туристы выходят уже из аэропорта. Друзья, после выхода стандартно из аэропорта мы подошли к гиду. Значит, он сказал, какой у нас автобус. 285, все, идем и едем на нашем трансфере в отель. Друзья, наш автобус оказался в самом конце стояночки. Все, мы подошли к гиду трансферному. Отметились у гида, показали ему через телефон наши электронные ваучеры. И положили багаж в багажное отделение. Все, все туристы, в принципе, на месте. Уже все подошли. Один турист докуривает. И мы отправляемся в наш отель. По пути у нас будет, скорее, еще несколько отелей. Так что трансфер, ну, в среднем от 30 минут минимум до часа, я думаю, по времени займет. Естественно, когда приедем, я вам скажу, сколько мы отелей посетили по пути в наш отель. И сколько это времени заняло. Погнали! Продолжение следует...